Здравствуйте, это программа «Байдельдинов нефть» и сегодня мы поговорим об экспорте бензина из Казахстана. Как вы знаете, наши нефтеперерабатывающие заводы после достаточно длительной модернизации наконец-то вступили в финальную стадию, некоторые уже завершились. И в Казахстане ожидается профицит бензина и нефтепродуктов. Что будет с этим профицитом, куда он направится, как раз об этом поговорим. У нас в гостях Уильям Харвард, старший вице-президент по развитию бизнеса «Аргус Медиа» из Лондона. Уильям, здравствуйте. Здравствуйте. И Тимур Ильясов, вице-президент по Центральной Азии и Каспийскому региону «Аргус Медиа». Приветствовал, пожалуйста. Здравствуйте. Ну, с вами мы часто достаточно встречаемся. Вот недавно, по-моему, летом на форуме в Астане были, да, и мы там с вами поговорили с Тимуром, мы, если не ошибаюсь, в начале весны, по-моему, тоже встречались. Я думаю, для наших зрителей скажу, что вот, что такое «Аргус Медиа», да, это вот есть в мире, там, по пальцам можно пересчитать ведущие ценовые агентства, на котировке которых основываются все торги. То есть, то, что мы видим там цену бренда, это вот одна цена, но на самом деле из этой цены там вытекает, там, может быть, 100-200 различных котировок, которые там в каждой стране, на каждом заводе, на какой-то станции и так далее, да. То есть, вот это все делают ценовые агентства. И вот у нас в гостях вот как раз представители такой, одной из ведущих мировых таких структур. Уильям, ну, наверное, вот вам вопрос, да, мы все ждем экспорта нефтепродуктов из Казахстана, думаем, что это для экономики достаточно такой, да, позитивный нюанс. Куда этот экспорт может быть направлен? Ну, во-первых, я думаю, в стране, в стране Центральной Азии, конечно, это самое близкое место, куда можно вразить. Есть рынки и в Кыргызстан, есть и рынки в другие страны региона. Поэтому в основном, в самом начале, конечно, это к соседам, скажем так. Но дальше, вот это, конечно, ограниченный рынок тоже. Поэтому со временем, я думаю, тоже перейдет и будет возить в другие, в другие пункты. Ну, то есть, пока это такие близлежащие рынки, которые к нам географически близки. Да, ну, это, я думаю, самое логичное, это самое близкое. И, я думаю, быстро перейдут к тому, чтобы везти тоже через Россию в Среднеземное море. То есть, ну, частично в европейские страны возможен экспорт. Да, это, я думаю, без этого невозможно. Поэтому скоро будет первая поставка после Кыргызстана. Ну, наверное, очень патриотично звучит, что не только наша нефть, но и нефтепродукты пойдут в Европу. Тимур, вот, наверное, кроме вас никто так не знает о ценах. Сейчас на эти рынки, да, центрально-азиатские, там в основном поставляются российские нефтепродукты, да? Вот те объемы или там те планы, допустим, Казахстана, они на сколько процентов могут заместить российские нефтепродукты? И вторая часть, для России это вообще интересные рынки в плане цен? Для России, конечно, да, это очень интересные рынки. Рынки исторически премиальные. Даже вот сейчас, если посмотреть и сравнить цены на ближайшем нашем НПЗ к Киргизии, Чемкенский НПЗ, на сегодняшний день цена 92-го оценивается в районе 480 долларов за тонну. А налоговой, что очень близко к Чемкенскому НПЗ, там тариф, если я не ошибаюсь, составляет порядка 20-25 долларов за тонну. Налоговой этот бензин уже стоит 600-630 долларов за тонну. То есть вы видите разницу, и она может достигать 150 долларов. То есть рынок очень премиальный, даже если мы смотрим на Киргизстан. Я не говорю уже про Узбекистан, Таджикистан и Афганистан, где цена на сегодняшний день еще выше. По поводу того, что насколько ощутимы и интересны эти регионы для российских поставщиков, то, на мой взгляд, для производителей заводы, которых расположены на юге Российской Федерации, близко к Казахстану, такие как Форта Инвест, Таурский НПЗ, Омский НПЗ, они исторически поставляли нефтепродукты, светлые нефтепродукты именно в наши регионы. Но я думаю, что рынок Европы, куда эти объемы будут переориентированы, скорее всего, из России, там есть место для больших объемов. И тем более то, что российский рынок, все-таки он внутренний рынок, потребление на внутреннем рынке растет. Ну то есть в любом случае это там не какие-то особо такие большие цифры с учетом российских объемов. Да. Но интересные для Казахстана. Я думаю, существительные тоже. Вот, Уильям, вопрос. Как эти цены будут определяться в различных регионах? То есть, допустим, сейчас мы привыкли, что в Казахстане такое полугосударственное регулирование есть, так или иначе. То есть формально цены отпущены в рынок, но есть там механизмы у Министерства энергетики, есть механизмы у комитета, там, как он называется, по защите конкуренции. Ну, в общем, антимонопольный сговор они регулируют. Сейчас, когда мы вот начнем экспортировать, да, то есть как эти цены будут определяться именно в тех странах, куда мы будем поставлять? Они будут ориентированы на внутренний рынок или они будут там с учетом какой-то маржи, или, может быть, они будут выше, чем то, что есть у них сейчас? Ну, хороший вопрос. В принципе, всегда ориентируются на рынок, куда они поставляют. И этот рынок регулируется тоже как рынок, если это экономно, туда поставить, они будут поставлять. Поэтому на экспорт поедут только если экономически можно туда ехать. и возить, получается, если в внутренней рынке нужен товар, тоже будет оставаться здесь. Я думаю, баланс какой-то можно найти между экспортом и внутренним рынком, на самом деле. Да, ужас я добавлю. Для этого и существуют мировые ценовые агентства, да, такие как мы. А более того, что в Центральной Азии мы единственное мировое ценовое агентство, которое формирует котировки, ликвидные котировки на нефтепродукты и жиженый газ в этих регионах. Соответственно, мы рассчитываем, что при поставках в Киргизию и другие центральные азиатские страны будут использоваться наши котировки, такие как Доплугавая, Довбегават и Галабах-Аэротон. При поставках в Европу, так как все-таки уже 90% почти рынка европейского торгуют по котировкам Аргуса, у нас есть такой бенчмарк мировой Евробопокси, то, соответственно, мы рассчитываем, что казахстанские экспортеры будут использовать наши котировки по бензину при экспорте на мировой рынке. Вопрос, вот затронули экспорты, да, Тимур, не знаю, можно там задать такой вопрос или нет. Качество, которое будут поставлять наши заводы, понятно, что оно пока, наверное, неизвестно, да, но в целом, например, с российскими нефтепродуктами оно может конкурировать? Оно там на одной ступени, так скажем, или это все-таки там у России более продвинутые, так скажем, технологии? Ну, сравнивать там и прям судить здесь еще качество лучше, наверное, я не буду, но по поводу качества нашего бензина оно уже известно. На Чемкенском и Павлодарском НПЗ это К4, а на Тараусском НПЗ уже в ближайшее время ожидается выпуск бензина качества К5. Соответственно, при поставках в Европу наш продукт, на мой взгляд, наверное, будет со скидкой, потому что в Европе бензин, он уже идет с добавлением этила, других компонентов. То есть наш продукт, даже и российский, он в Европе считается компонентом для бензина. То есть есть поправка на качество, да? Поправка есть, но это нормальная вещь, даже если это не законченный товар, потому что вот так и работают европейские рынки, что, в принципе, есть беншмарк, который Европоб, а потом остальные компоненты или бензины закончены, они торгуются по отношению к этому беншмарку. Ну, то есть с определенным там соотношением. Да, и потом находят свою скидку или свою премию помимо торгов. Вильям, когда у нас бывают иностранные гости, я никогда не могу удержаться от такого вопроса. Сколько в Лондоне сейчас бензин стоит? Ой, сейчас в Лондоне это фунт 35 за дизель и фунт 30 за бензин. То есть примерно... Фунт 30 это где-то там порядка 670-700 тенге за литр, да? Да, да. Я думаю, сейчас наши автовладельцы, и в том числе я, наверное, перекрестились истинно, искренне перекрестились, да, чтобы у нас таких цен не было. Но вот из этого вытекает вопрос, да? Экспорт будет, он, естественно, будет для производителей, трейдеров, он будет там более интересен, ну, то есть они будут поставлять, если он будет более интересен, чем казахстанский, да? Перетоки какие-то могут быть? Может ли это, допустим, там экспорт или открытие границ, оно привести к какому-то росту у нас в Казахстане? Ну, прогноз такой. Как я сказал, я думаю, что баланс будет. Здесь есть всегда инструменты, чтобы привести в баланс, если нужно. Но потребительский спрос все еще есть здесь, тоже растет. И я думаю, что это может покрывать и поставки в внутренний Казахстан, и на экспорт. То есть какой-то баланс, да? Ну, то есть задача Минэнерго, на мой взгляд, не допустить все-таки дефицита, потому что мы помним такие годы, когда экспорт буквально открывали на полгода, и на внутреннем рынке просто возникал страшный дефицит, потому что, ну, при граничных странах рынки премиальные, все стремились все-таки уйти на экспорт. Ну, насколько я знаю по нашей информации, Минэнерго будет как-то регулировать объемы и делать так, чтобы на экспорт шли именно те объемы, которые переизбыточны и которые уже не востребованы на нашем внутреннем рынке. Ну, то есть приоритет внутреннего рынка будет, так скажем. Конечно, конечно. И потом уже вытекающий из него экспорт, да? По бензину ситуация, наверное, в целом понятная, да? На самом деле, там, ну, для зрителей, да, тоже скажу, то есть с переработкой, там, с модернизацией НПЗ, то есть сами заводы, они начнут производить там более-таки там качественные нефтепродукты, в том числе, наверное, которые раньше Казахстан никогда и собственный рынок не покрывал, да? Какой профицит, по каким нефтепродуктам еще может быть и что с этими нефтепродуктами может быть? По итогам этого года ожидается профицит порядка 300 тысяч тонн 92-го бензина. В следующем году, ну, как ожидается, опять-таки, да, все может произойти на нашем рынке, ожидается профицит в 2019 году порядка 1 миллиона тонн по 92-му бензину, порядка 300 тысяч тонн по керосину и порядка 300 тысяч тонн по дистопливу в зимнее время, когда у нас исторически падает потребление, когда посевные и уборочные компании, как бы, уже позади или наоборот, впереди. Поэтому так. Бензин, дизель, керосин, авиакеросин, да? Да, тут авиакеросин. Ну, то есть достаточно такой неплохой, неплохая корзина нефтепродуктов, которая может, да, экспортироваться. Вот у нас в Казахстане там периодически возникает вопрос о четвертом НПЗ, ну, вы, наверное, в курсе, да? Вопрос, если, ну, может быть, такой прогноз, да, допустим, сейчас у нас есть этот профицит нефтепродуктов, у нас прогнозирует, ну, Минэнерго прогнозирует, что где-то там к 25-му, 26-му году за счет роста внутреннего потребления этот профицит там снизится и могут потребоваться новые мощности. Вот есть какой-то прогноз, ну, если это некоммерческая какая-то тайна, да, на протяжении какого времени Казахстан вообще вот может за счет мощности этих заводов экспортировать? Пока не могу сказать точно, когда этот профицит может уйти, но спрос, конечно, в Казахстане растет, и, в принципе, всегда будет выгодно, чтобы они покрывали свои потребления в домашнем продукте. Ну, то есть в любом случае, опять-таки, да, сначала внутренний рынок, затем уже экспорт и вытекающий из него, да. Тимур, вот буквально недавно у нас была программа, мы обсуждали с представителем товарно-сырьевой биржи, Каспий биржи, торги по сжиженному углеводородному газу, который с 1 января стартует, да. Вот вопрос следующий, да, то есть часть этих объемов, которые для внутреннего рынка предназначены, они выпустят, так скажем, на рынок, но при этом государство сохраняет там формальный такой механизм, они говорят, что там цены не должны расти там на протяжении там какого-то периода, не больше, чем 20%. Вот по газу, может быть, там не связано с НПЗ, да, но я знаю, что у нас ситуация в Казахстане, она очень комфортная для потребителей, но, опять-таки, на соседних рынках там цены в разы больше. Действительно, это так. Для потребителей и, в первую очередь, для владельцев газосетевых организаций, которые получают газ по графикам Минэнерго, ситуация очень благоприятная, но ситуация в это же время, она очень неблагоприятная для производителей. Как дополнение скажу, что Аргус и здесь номер один. Наше правительство формирует всю оптовую цену на основе наших котировок, точнее, даже на основе нашей одной котировки, которая является бенчмарком в Средней Азии, это DAF Bigabat. Правительство устанавливает цену на 3 месяца и на основе нашей котировки. Ну, на сегодняшний день, как вы знаете, цена составляет порядка 38 тысяч тенге за тонну, в то время как в соседних государствах, таких как Таджикистан, это основной потребитель, один из основных потребителей нашего жижного газа, там цена составляет порядка 500 долларов за тонну. То есть, разница в разы, да, такая ситуация. Ну, в целом, вот, да, к чему, так скажем, да, этот вопрос. Мы должны вот к 25-му году, там, в рамках ЕАЭС стран перейти к общему рынку нефти, нефтепродуктов, газа, да. То есть, у нас там на внутреннем рынке должны быть цены, там, практически идентичные, там, за вычетом транспортных расходов, пошлин, да, и так далее. Вот этот единый рынок, о котором говорят, который в документах есть, он действительно приведет к тому, что вот у нас будут там цены, допустим, ну, за вычетом каких-то там налогов, да, на уровне российских. Ну, в России там сейчас сколько, где-то 230-240 тенге, да, стоит 92-й, в розницу. Да, как минимум. То есть, мы действительно сможем к этим ценам прийти, либо какие-то все-таки будут там оговорки. Ну, на ваш взгляд, прогноз такой, так скажем. Прогноз. Это всегда очень трудно. Это всегда сложно. И есть много... Но это очень интересно всегда. Да, 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 конечно. И есть... Всегда стараются делать как можно, чтобы был баланс между ценами. И это потом будет положительной стороны для всех. Конечно, чтобы продукт можно было возить более легко в другие страны, когда цены будут эквивалентны. Тем не менее, вот у вас географический район очень-очень большой. И получается, что большие разницы из-за транспортировки. Ну, я думаю, тем не менее, стремление это хорошо. И я думаю, нужно будет к этому прийти в областях нефтепродуктов и газом тоже. И в других целях. Ну, то есть движемся мы в этом направлении. То есть я дополню, да. То есть, смотрите, были огромные деньги затрачены на модернизацию наших заводов. Тем более, если будут строить четвертый НПЗ, это опять-таки инвестиции. Вот чтобы эти инвестиции окупились, необходимо просто, чтобы нефтепродукты и вообще вся продукция, выпускаемая этими заводами, продавалась по цене максимально эффективной. Поэтому, на мой взгляд, рост цен на внутреннем рынке с учетом всех факторов, которые вы проговорили, и с учетом этих инвестиций цена должна расти. И это не совсем хорошо даже для нашего рынка, когда у нас самая низкая цена. Даже вот сейчас посмотреть, как я говорил, пример приводил Кыргызстан, который практически тоже является членом таможенного союза. Это цена огромная, колоссальная, 150 долларов за тонну. Такая разница, она провоцирует просто людей делать такие сделки, совершать такие сделки, которые не совсем, наверное, идут в разрез нашему законодательству. Поэтому... Так скажем, серые поставки, когда границы открыты, они всегда... Вы сами, наверное, видели, сколько раз в новостях регулярно практически задержали столько-то бензовозов на границе с Киргизией или задержали столько-то бензовозов на границе с Россией. Этот дисбаланс цен, он ни к чему хорошему не приводит. Ну, то есть, в любом случае, должно какое-то равновесие в рамках этих стран. Вот еще такой интересный вопрос. Я помню давным-давно Россия пыталась зайти на рынок Китая. Там Роснефть планировала сделку по тому, что... Ну, по высоту ответвления, да, и они должны были зайти в сегмент розничества, нефтепереработки и так далее. Китай, он ведь на самом деле такой... Рынок, во-первых, растущий, во-вторых, он огромный. Это сейчас номер один в мире по импорту нефти, опережая Соединенные Штаты. Вот наши нефтепродукты, они теоретически в Китай могут уйти? Или есть какие-то препятствия законодательные, может, пошлиные? Есть и технические, потому что на железной дороге есть разные стандарты. А, то есть, да. Это физически очень ширина рейлсов. Поэтому физически это трудно. Поэтому нужен терминал на границе, потом перевалка всех продуктов. Ну, это решаемо. И есть, вот, петрохимия тоже, наверное, должна развиваться в эту сторону, потому что есть заводы, которые не так далеко от границы в Китае. Так что и сырья для петрохимии, и до какой-то степени нефтепродуктов. Но, с другой стороны, китайцы, конечно, очень хорошо планируют и очень хорошо строят, когда нужно. И обычно они строят с учетом увлечений, поэтому всегда мощности… С определенным запасом. Да, с запасом больше, чем нужно в определенное время. Поэтому, конечно, большой рынок. Я думаю, есть какая-то возможность. Интерес. Интерес. Но, значит, они быстро растут тоже свое производство. В плане цены интересен этот рынок? Ужас, я просто дополню, у нас были такие времена, когда мы, наоборот, поставляли бензин 97-й из Китая сюда в рамках полинговых операций. Помню, да. Ну, и на западе Китая, можно сказать, недалеко от Казахстана, существует три НПЗ мощностью суммарной, более 20 миллионов тонн. Ну, по цене рынок, на наш взгляд, не совсем прозрачный, там мало игроков. Поэтому сейчас я по цене не смогу сказать. Ну, я просто, почему интересно, у них же все-таки такая, там, немного командно-административная экономика, да? То есть я не думаю, что, ну, вот по ценам розничным я вижу, что это не мировые цены у них, да? То есть так или иначе как-то регулируется. То есть он пока, там, допустим, Восток для наших, там, будущих, там, экспортеров, он не будет интересен, да? Ну, что я могу сказать, так это то, что жиженый газ очень активно сейчас набирает обороты. Ну, там терминал построили. Да, там терминал. И за последние, там, пару лет импорт жиженного газа в Китай вырос, там, ну, в раз пять, наверное. Да, основные поставщики даже, ну, понятно, СМПЗ-кабинный газ. И Тэшо начал активно туда грузить десятками тысяч тонн. О чем это говорит? Ну, это говорит о том, что все-таки выгодно. То есть китайцы дают ту цену, за которую нашим поставщикам выгодно продавать. То есть если они дадут цену выгодную, выгодную, может быть, даже более выгодную, чем поставки на Кыргызстан или на Европу, то почему нет? То есть, мне кажется, все обсуждаемо. То есть, ну, возможно, так скажем, да? Ну, я не исключаю. Вот, Уильям, вы, наверное, много видели примеров стран, которые вот ту стадию развития Казахстана вот проходят, да, сейчас, ну, проходили точнее, да? То есть мы вначале там просто добывали нефть, потом начали там перерабатывать, потом вроде там начинают, так скажем, да, вот эти страны экспортировать. То есть, что потом вот дальше происходит с этими странами, какая следующая, так скажем, задача перед ними должна стоять? Развитие нефтехимии или, может быть, в какой-то степени, допустим, сокращение экспорта нефти и, наоборот, там, светлые какие-то нефтепродукты, там, более такая, скажем, добавленная стоимость. Что вот происходило, например, с такими странами, да? И, ну, на ваш взгляд, вот, какой следующей цели Казахстан должен стремиться? Ну, правильно, делайте намек на петрохимию, потому что нефтехимию, потому что это тоже сейчас очень большая тема в мировом рынке. И получается, что есть еще большие инвестиции и в Казахстане, это правильно. Так что петрохимию сейчас это должен соответствовать нужным потребительским требованиям в регионе и даже дальше на экспорт. И дальше сырье будет, конечно, всегда то, что нужно. Как еще раз надо напоминать, что вот здесь нужна экономия масштаба. Поэтому, в принципе, это правильно, чтобы тоже нефть вывозиться и за рубеж, в сторону за рубежа, потому что это вот самые большие потоки, самые большие объемы и партии, на самом деле. Ну да, ну понятно, у нас там, допустим, тот же КТК, да, там 64 миллиона тонн в год будет после расширения, да, перевали. То есть, в любом случае, здесь важен именно масштаб, да? Масштаб нужен. И как только ты начинаешь развивать всю переработку и нефтехимию, получается ряд мелких продуктов, которые потом это будет трудно вывести в разные стороны или вообще просто эвакуировать при нужде. Потому что будет серо, будет разных продуктов, которые помимо тех, которые нужно, будет не нужно. Ну, то есть, понятно, нужно сконцентрироваться на чем-то одном и вот за счет масштаба, так скажем, экономический рентамент. Тимур, ну в завершение, у нас уже, удивитесь, время к концу подходит. Что интересного вот планируется в ближайшее время, там, не знаю, в Казахстане, где-то в Центральной Азии? Потому что я знаю, вот вы ежегодно форум проводите, да, очень интересный. Он таких серьезных игроков, между прочим, собирает. Да, уже спасибо большое. Мы на самом деле не ежегодно, мы каждый месяц что-то проводим. А, каждый месяц? Аргуст всегда на передовой. А почему ты мне только раз в год тогда говоришь? Ну, в Казахстане мы проводим ежегодно большой форум международный, где собираются все участники рынка, которые так или иначе связаны с нашим регионом. Оно пройдет в июне в Алматы в следующем году, это уже будет третье по счету. Но, например, сегодня мы проводим семинар с участием комитета по госдоходам, с участием всех крупнейших наших довальцев, игроков рынка, тех людей, которые будут экспортировать бензин. И сегодня мы хотим обсудить как раз таки правила игры для экспортеров. Что будет применять комитет госдоходов в рамках проверок по трансферному ценообразованию. Да, это хороший вопрос. Он всегда такой больной для... Сегодня съезжаются практически все ключевые игроки рынка страны. И сегодня мы будем обсуждать это. Также ближайшее, что у нас будет, это будет мероприятие 29 ноября в Москве. Это будет круглый стол, опять-таки посвященный Центральной Азии. Там мы будем обсуждать с крупнейшими российскими игроками, продавцами нашими, покупателями из Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и других стран, новые тренды. Куда пойдут российские нефтепродукты, что будут покупать в нашем регионе. То есть Аргус всегда находится на передовице, впереди. И мы всегда следим и освещаем рынки. Хорошо. Большое спасибо. Очень интересная беседа получилась. Я напоминаю, у нас в гостях был Уильям Харвард, старший вице-президент по развитию бизнеса Аргус Медиа из Лондона. Большое спасибо. Тимур Ильясов, наверное, уже известный казахстанскому зрителю. Это вице-президент по Центральной Азии, Каспийскому региону, Аргус Медиа. Ну и в завершении скажу, что та модернизация, которую мы ждали, казахстанских заводов, она действительно завершилась. Она действительно выводит Казахстан в новый, наверное, формат, в новый статус игрока на Центральной Азии, на рынках Центральной Азии в плане экспорта нефтепродуктов различных. То есть это в любом случае, во-первых, увеличение государственных доходов. Это некий, так скажем, новый, новая ниша, наверное, для развития бизнеса, о чем мы всегда говорим на нашем телеканале. Это Микен Бизнес. Напомню, это программа Байдельдинов нефть. Мы увидимся через неделю на нашем телеканале.